На призыв Мой тайный страстный О, друг мой прекрасный Выйди на балкон Так красив Свод неба тласный И звездный ясный Струн печален звук А за ритму ночью улыбкой И стан твой гибкий Об нему любя До зари До утра прохлады Я петь серенады Буду для тебя Ночь молчит И тени густеют Но видишь бледнеет Пред зарей восток Мир на спин За крепкой стеною Объят тишиною Весь наш городок Мы огни Никто не узнает Пока не светает Выйди на балкон Звезд огни Звезд огни Тражат И мерцают Выйди на балкон И мы Выйд 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 Работу твою получил Спасибо что держишь В курсе? Прочитал. Перечитал. Переперечитал. Я не психолог и не лингвист. Я шахтер, инженер. Если тебя интересует мое мнение, я скажу. Конечно, интересует. Говори давай. При всем моем уважении к тебе, я вынужден сделать вывод, что твоя диссертация никого, кроме специалистов, заинтересовать не сможет. Ну, почему? Особенности пространственной организации биоэлектрической активности мозга во время речевого акта... Стихильда. Я обдумал, почему это произошло. Знаешь, ты не смог нащупать болевой точки современности, а она есть. Я собрал для тебя материал по наиболее современной проблеме. Ну, чтобы тебе не было скучно копаться в статьях, цифрах, я изложил его в виде повести. Выслушать, прошу внимательно, не перебивая. Написано это для тебя. Впоследствии прошу не выбрасывать, а пересчитать несколько раз для того, чтобы понять идею полностью. Ты не голоден? Ну, тогда начнем. Название условное «Закрытие Энской ГЭС». Впоследствии можно подумать о более удачном. В турбинном зале Энской ГЭС наступила, наконец, та долгожданная тишина, показавшаяся неожиданной для всех. Алексей Николаевич Кондратьев вытер посолба и прошел, гулко ступая по молчащему залу, обойдя пану расстоящего бывшего директора Лычкина. Он подошел к окну и увидел, как медленно, словно нехотя, вода начинает отступать. Уже никогда более ее безжалостный напор не будет вращать гигантские машины, загубившие сотни и сотни русских деревень и городов. Подумал про себя Алексей Николаевич, ему представилось, как обнажаются из отступающей воды острова затопленных домов и тюрьмей. Скоро все это заживет полноценной жизнью. Туда вернутся люди, чтобы возродить пусту всех. Мы с ним сами с собой внесли. и восьмидесят триста. Ну вот, недорого, и Москва рядом, машина своя, раз там, раз здесь. Скульптора раньше здесь жили. Такие люди бывали. Не нам с тобой читать. Да я не себе снимаю, отец будет тут жить. Цивилизации не выносит, а тут самое то. Это меня не касается. Кто хотите, те и живите. Дом-то братен. При жизни совсем чужие были, а перед смертью вспомнил, дом отписал. Знаменитый при жизни скульптор умер вовремя, похоронились почестями, а я кто? Не то, не сё, а живу. Папа, папа, смотри. Не мочу. А если понравится, я могу ещё на год сдать. Ну, посмотрим. Короче, как договорились, недельки через три. Ну, три так три. Ну, спасибо. А жена чего не посмотрит? Да, приболела она что-то. Голова у меня. Далеко ехать, а не посмотрела. Единственная просьба, ничего во дворе не трогать. Тут из Москвы люди приезжают, вроде как реликное место. Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, чтоб заплату отдавал. Тёщу мамой называл, так полболу равнодушно. Компании не скучно. Папа, а почему дядю закопали в землю? Потому что он вёл себя плохо. Вот его и закопали. А если я буду себя хорошо вести? А если ты у меня будешь хорошо себя вести? Тебя вот так возьмут и поставят на пьедестал. Ну-ка. Стойте, а. Будь готов? Всегда готов. Как Гагарин и Титов. Правильно, молодец, моя маленькая. Девушка моя. Сладкая письма. О, Господи. Мама, а там великана в землю закопали. Хорошо, хорошо. Да не поедет он. Лучше бы ты этими деньгами сортир бы оклеил. Садишься и перед глазами раньше хоть бесплатно вложил. Устала я, Сережа. Суд над преступниками закончился, публика поднялась на ноги и аплодировала стоя. Алексей Николаевич с трудом сдерживал слезы, вспомнив эту сцену. В сознании его вернулось к действительности. Он оглядел друзей, стоявших рядом с ними. Можно приступать к демонтажу, сказал Евгим Иванович Пьянков. Так была остановлена и демонтирована Энская ГЭС. Эпилог. Прошел год. Друзья восьмером стояли перед спасенной землей и окидывали ее взглядами. Благодатная Нива расстилалась пред ними. Видны были пионеры, пришедшие на уборку рожая. Девочки спели венки и надели их на головы. Мальчики пели пионерскую песню. Георгий и Вера стояли поодаль держась за руки. Вера была в белоснежном платье, похожей на невесту. Георгий повернулся к Вере и спросил Веру два раза Вера. Георгий повернулся к Вере и спросил Вера, на какой прекрасной земле мы живем. Они стояли рядом молодые и одухотворенные. Девушка повернула к нему свое лицо, он наклонился и поцеловал ее в кубы. И последнее. Понимаю, что подобный финал может вызвать нарекания, но цель искусства убедить в том, что справедливость торжествует всегда. Положительный финал убедит читателя в том, что борьба его во имя Родины осмысленна и верна. Теперь все. Ну что, Бать, по-моему, нормально. Молоток. Труженик ты мой милый. Ну, приедем, я еще дома все глазами внимательно посмотрю, ладно? Бать, ты знаешь, я ведь тебе дачу снял под Москвой. Минут сорок езды. Места чудные. Вот. Билет я уже купил, но я тебе предупреждаю, что вначале мы навещать тебя не сможем часто, потому что сейчас Дашка, видишь, в музыкалку пошла. Ну, суббота, воскресенье твои. Ну что, три дня хватит на сборы? Да. Бать, ну, кончай. Я тебе говорю, приедем, я прочту. Ты как писатель, я как читатель. Переезда не будет. Бать, ну, а что случилось, собственно, почему не будет? Что, Сереже не понравился папин роман, да? Ты сколько читал? Ты три часа читал, я сидел и слова тебе не сказал. Тебе же не понравилась моя диссертация. Дело повести. Я читал немало, не заблуждаясь на твой счет. Ты и твои друзья люди конченые. Это вне обсуждений. Это для молодых, для тех, кому необходим идеал в будущей жизни. Вера, вот кардинальный вопрос каждого поколения. Идеал надо предложить молодым, иначе вы оставите их с одним ура. С каким ура? С таким. Раньше на Руси как говорили, пели за царя, за Родину, за веру мы грянем дружный ура, так? Да. Царя, слава Богу, скинули, веру отменили. А мы как жили? С чем умирали? За Родину, за Сталина, перед смертью кричали, победили с этим. Сталина теперь убрали. Что осталось? За Родину ура. А Родина для вас что? Звук? Родина в опасности, а вы глухи? Вы разучились страдать и любить. Вы объединяетесь не для того, чтобы созидать, а для того, чтобы смеяться над бедрами и ошибками Родины. Ваше единство в критике того, что сделано и делается, в насмешках и анекдотах. А сейчас в настоящий ответственнейший момент вам дали возможность знать все точки зрения на тот или иной предмет, а вы, вы потеряли стержень, вы сбили с дороги, вы забыли о цели, вы даже не знаете, что такое цель, а ты сам на глазах превращаешься в шутна. А да, я а сейчас каждый человек должен найти место в борьбе. по неотношению к ней. Так что же... Вот, пятьсот тысяч гектаров плодородных земель погибло из-за постройки одного рыбинского водохранилища. Сто девяносто городов, более пяти тысяч деревень погибли безвозвратно, и вместе с ними ушла русская культура, создававшаяся веками. Я не писатель и не стремлюсь, но смысл и боль ты должен был понять. ты мертвый человек. Я мертвый человек. Ничтожество, нищий и убогий человек. А ты-то кто, батя? ты что, твои гидростанции я что ли строил? Или это я ура орал до посинения, когда вы там топили города и села? Меня в помине не было, когда вы там такое портачили в своем энтузиазме, отчего сейчас самим страшно. Ура! Я это ура твое выдавливаю из себя всю свою жизнь, потому что стыдно. Неумно, знаешь ли, всерьез строить, а потом лобуду писать про спасенную Россию. Чего ты своей жизнью добился и вы все? Того, что мне 38 лет, а я жить не хочу, этого да. Вы врали, вам врали всю свою жизнь, а теперь боитесь друг другу сознаться. Счастлива мать, она не увидела какого подонка. Да хватит! Ух ты! Да я не мог физически приехать, я... Я не мог сто раз тебе уже говорю, я не мог быть у мамы на похоронах. Я приехал к тебе, потому что отец, потому что сегодня... Я провел в труде. Здоров, а завтра нет, потому что старый уже. Что ж ты делаешь все время? В заслужении одного худого слова. Мы умирали за вас. Нам нет преград, а нам их и не надо. Я могу больше замолчить. Ты враг. Ты настоящий страшный враг. Я прошу тебя уйти. Уеду я, я шут, я мертвый человек, сам знаю, ладно. Ну, будь. Будь здоров. Многие лета спасителям Отечества и лично тебе, Кирилл Иванович. Что ж ты из меня говно-то делаешь, бат, ну я же провалишь ты. Когда умолкнут все песни, которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет Последний мой бумажный пароход Гудбай, Американка Где не был никогда Прощай навсегда Возьми, Бан Джонс, играй на прощанье СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, мы продолжаем концерт нашего рок-клуба. Для вас играет свою программу группа «Наутилус Пампилиус». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Моллюски, значит, вот так вернешься и руками разведешь. Откуда вернешься? Да сидел два года, дали пять, выпустили раньше. О, смотри! Раньше здесь перемычка была. Ворота-то подновили, наверное, к празднику. А за что сидел? За аварию. За что? Шахта обвалилась. Двоих покалечило. А я инженер ответственный. По безопасности. Ну вот, вернулся. Корреспондент, значит, приезжает. Андрей Иванович, будем писать о несправедливости проявленной к вам. Я говорю, а кто мне два года вернет? Ну, надо же думать о будущем. Я о нем всегда думаю. Что там, горячее? Подоверегись! Ух, черт. Ну, а ты кто по специальности? Я психолог лингвистический. Ну, интересно? Мне да. Мы можем начать снимать в любой момент. Я посмотрю. Там чего-то кино не иначе снимать, смотри. Пойдем, а? Андрей, Андрей, как тебя за... Покази, девчонки, погаси, пожалуйста. Она из чьего отойдет. Убери сейчас дымание. Зачем вы балуетесь пистолетом? Это же боевое оружие, но не игрушки. Честное слово. Сколько можно говорить одно и то же? Надо дымить или ботанить. Коля, Коля, погаси, девчонки. Соляры и так балуют. Почему солдаты падлы? Точно, кино. Кто бандит, кто охранник. Ты смотри, полная программа. Там моллюски, здесь кино. Неужели трудно проследить? Андрей, не забудь, сигнал на ранение... Ты смотри, бандиты. Милиция. Ну, доигрались? Ну, что? Я же просила не баловаться с оружием. Уберите людей с площадки. Костюмеры, рубачка запасная у нас найдется? Слышишь, когда я маленький был, мне отец рассказывал точно на этом месте, машину с зарплатой ограбили. Идем, идем на шортный двор, а тут и виднее, а? Замечательный труд академика Трофима Дениса Агробиология, опубликованный в 1948 году, рисует путь последовательного развития Мичуринского учения за последние 15 лет. Агробиология, страница за страницей, повествует о неприметимой борьбе академии Колысенко с врагами Мичуринского учения, ментамистами, марганистами. Ты смотри, откопали, а? Тиношники, наверное. Эй, постой, паровоз, не стучите колеса, кондук, вторнажды меня на тормозах. Э, командир, ты не заблудился, а? Кто будете? Артист, что ли? Ага, из Голливуда. Приехали к тебе за опытом. Да, ну. Да, откуда? Из Голливуда, говорю. Понятно. А документики-то у вас есть, а? Ты смотри, а я вот тебя сейчас из седла выдержу и набью одно место. Ковбой сопливый. Ты меня? Я тебя. А он мне поможет. Тихо, 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 командир, уберите дуру. А ну-ка вернуться на шахту. Ты чего? Вперед, что ты? Вперед. Э, вперед. Ну что, артисты. Давай, вперед. Давай, давай. Куда? А ну-ка, да убери ты руки. Что ты соигрался? Ну-ка давай. Ну, спокойно. Ну, спокойно. Вот, деньги привезли. К стене. Тёть Дусь, а ты чё, не на воскреснике, а? Воскресник, воскресник. Какой может быть воскресник? Ты власть или не власть? Ладно, ладно. Третий день деньги не везут. У меня злоеда в полный дом. Обещали пятого, а сегодня восьмое. Воскресник, ты что ли мою семью кормить будешь? Один малахольный на воскресниках пошивается, и ты туда же. Вот жизнь окаянная. Так, документы. Вывернуть всё из карманов. Считаю вас подозрительными личностями. Конечно, если вы простые люди, вас отпустят. А если американские шпионы, вам крупно повезло. Я в разведтроте служил на Первом Белорусском. А будете сопротивляться, продырявлю вам башки. Шизой, ты за дурут свою не хватайся, там же боевые патроны. Ха, денежки-то не наши. Слышь, смотри. Да я не жду их. И Курева заграничная. За дураков нас считали. Не могли замаскироваться получше. А ну-ка, к стене. Руки за голову. А ну-ка, живо. Ну. Балва. Аня. Да, Ребенка. Два двенадцать. Жду. Ну все, командир, поигрались. Кончай эту комедию. Стоять. Деньги, что ли, привезли. О! Вот и бандиты. Стоять. Стоять! Нет, все-таки кино. Стреляй! Сбей! Комей! Стоять! Ну что это, что ли? Дядя! Что это, дядя? Что вытащили? Дядя! Кино! Отойди! Дядя! Отойди! Комей! Дядя! Ёлки-палки, это ж Сашка танкист, он на нашей улице жил с сестрой. Когда затихает природа, и яркая всходит луна, матросы погибшего флота на скалы выходят со дна. Мишка тебя нам зайдет! Ты откуда? Это швиф, ты что не замей? Ну ладно. Ну ладно, пиши-пиши. Тетя Пань, мне все вспомнила? Да у меня только твои песни в голове. Знову старикара забула. Ну иди тогда гуляй снова. Сашенька, я потім принесу, как згадаю. Потім-потім, все забуваешь. А чтоб ты сказився, забула, куди йшла. Я не помнила, голова цырявый. Попометай, что не обещай! Сашко, Сашко, ты куда пишешь? Сашко, гурный, Сашко! Что такое? Им все вазут, им все вазут! Ну, ах, не все, как лето! Ей, ей! Аааа! Боже сродни, что ты пришла! Тебе что, жить надоело? Сашко, гурный, не все, что было, так? Как neat! Эй, эй! Эй, эй! Что делать? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok А в милиции на газетке-то 49-й год был Ну правильно, все совпадает 8 мая, завтра праздник 49-й год Бред какой-то Что же у нас в 49-м было-то? Ни хрена не знаешь? Атомную бомбу мы, по-моему, изобрели А Донбасс когда восстановили? В 43-м Отец еще рассказывал, они с матерью изоляторов развальных собирали В 43-м? Ага Так, по-моему, ГДР образовали Слушай Так я же родился в 49-м Ну поздравляю Вот так Бред, да не может этого быть Ну почему не может-то? Может Мне когда срок дали, тоже не верилось А оказалось, действительно Черт Похожие ощущения Ну давай знакомиться Немчинов Андрей Иванович Тухманов Давид Львович Шучу, Пшеничный Сергей Тебя дома-то не будут искать? Да, кому? Мне жена должна звонить Бред Здравствуйте 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 Меня б пожалел. Ну, что я тебе такого сказал? Ну, что я сказал? Ну, ничего наградами зарить, сказал. Ну, наши они кровные, а ты их пацану. Ну, не цацкие, наши кровные. Ну, и все путем. А что я такого сказал? Не ори на меня. Да не оруй на тебя. Да не оруй на тебя. Да не оруй ты. Все, я за меня. Дебец. Прогануйся. Голос. Ну, и все путем. Ну, и все путем. Ну, мы столько с тобой бачили. Кровь, друзья. Слезы матерей. Ну, мы с тобой. Ну, и все путем. Ну, и все путем. И вы служили. Ты, 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 ты слепой, а я хромой. А вместе мы полноценный организм. На место, пошел. На место тебе говорят. Пошла отсюда. Фу. Кирилл. Ой. Пирату, место. 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 Место я тебе говорю. Место. Я тебе. Что? Проходите. А вы кто? У вас такое лицо знакомое. Вы на экспериментальной станции в Сталинско-Кузнецком не работали? Кирилла нет. Он уехал в район. Кадров, простите. В стране нужен уголь. Кадров нету. У нас даже многие женщины работают. На работу ходят, а дети зачуханные. А вы не инженер? Нет. А жалко. У нас инженеры на особым счету. У них даже общежитие отдельное. Да вы так не волнуйтесь. Кирилл обязательно скоро приедет. Услышит, что кассу ограбили. Забоится за нас. Страшно, конечно. Троих убили. Так. Вы, наверное, с юго-западного знакомы. Со что? С юго-западного. Этого я не знаю. А я пойду. Вы только не уезжайте. Нет, я сейчас пешком прогуляюсь. Что-то нехорошо. Смотрите, не уезжайте. А то Кирилл меня заругает, что я не сагитировала. Ага. Ладно, я это... Ну, пошел. Ну, я пойду. Общежитие налево. По улице. По улице. О, Господи. О, Господи. Без с юго-западного. И, блин. Без с юго-западного. Вы ни с юго-западного. Стой! Серега, зарубить. Беги. Без с юго-западного. Все, оторвались, а я к своим пошел, идиот. Здравствуйте, говорю, как дела? Пахан говорит, кто такой? Документы? Я забыл, что ограбили, они сегодня себе бандитов боятся. Я говорю, ты что, мужик, может, я корреспондент? А он топор в руки и за мной. Надо же, оба живы. И Пахан, и мама. И я, маленький, бегаю. Хорошо, правый. Ну, ты что, у своих-то был, слышь? Был я, маму видел. Надо что-то решать, как-то устраиваться, слышь. Осторожно! Опять лучше-то, смотри. Или устраиваться надо, а то родной отец ментовку сдаст. Ну, как это называется? Убьют ведь, застрелят или зарежут, и концов не найдешь. Ну, у меня машина сломалась, я тороплюсь, спешу. И что же, калитка на распашку, дверь открыта. Ну, как же так, ну? Не любишь ты меня, себя не бережешь, не жалеешь. Вот еще раз повториться такое, я в дом не войду. Живи одна, одна воспитывай, ну. Ну, вот, совсем глупый у нас, мамка. Алло? Как слышен? Прием. Шевелится. Здорово, мужики! Ну, шо, вынули на гора? Вынули, прошли. Ну, пошли. Ну, шо, к нам надолго? Вместе надо держаться. А на шахте-то не были еще? Здрасте, к мать. Здрасте. Уголь в стране по зарез нужен. Тут арифметика простая. Полтора года я на шахте, полторы тысячи на книжке. У меня мать в деревне бестует. Привет. Привет, привет. У меня братан был, так он на войне погиб. Я че решил? Я решил, гроши накоплю и женюсь на невестке. Угу, пошли. Слушай, я... А сегодня какой день? Иди. Воскресенье. Так что же мы идем, если воскресенье? Здорово. Как ничего? Так день повышенной добычи. Ты что, пошли. А я вначале ничего не понял. Петренко к начальнику. Я испугался, оказывается, новенький. Не дрейфь. Не дрейфь. Я вначале тоже шахты боялся. Посвечается в шахтеры. Аминь. Целуй. Перестань ты ей. Как думаешь, война с Америкой будет? Что? В каком смысле? А, нет, не будет. Здорово, бабоньки. Здравствуй, Федя. Здравствуй. Пошли. А что это с тобой за новенький, а, Федь? Ты под ноги смотри. Здравствуйте. Взялись. Ну? Ну? Здравствуйте. Здравствуйте. Это что? Дверь велиционная. О, чуешь? Угольком как пахнет. Ну что, не страшно? В лаве хуже. Там узко, тесно. Зато дороги из лавы широкие. Потому как в забое человек поставлен, лицом в природе легче проявить себя. С виду маленький, неказистый перед громадиной обязательно выходит победителем. Понятно? Понятно. Ну что встал? Пошли. Дальше к забое теплее будет. А вот спиртного шахты не любит. Идешь, и метров на двести разносит запах по выработке. Пошли. Так что никогда не пей перед спуском. Понял? Это шахта старая, дореволюционная еще. Вижу, что революционная. Ох, ты смотри, какая красота. Это снег, что ли? Ты что? Это шахтная плесень. Вот говорят, если в мире ничего не лишнее, то ее когда-нибудь используют. Ох, я... Ты про пиццелин слыхал? Чудеса. Во, чудеса, говорят, делай. А тишина, а воздух. Хайда. Ты смотри, а. Ну. Ну надо же, а. А наколенники я тебе из автомобильной резины сделаю. Так колени все до костей сотрешь. А-а-а. Пошли. Слышь. А-а-а. А хрена ж вы в таких условиях работаете-то. Так уголь стране нужен. О-о-о. Вот он. Лухарев. Лучший забойщик. Зубки личным способом закаливает. Добрый час уголек добывать! Вот мы и дома. Инженер! Горняк! К нам, да? Валя, кофе? Прости, руки-то как следует пожать не могу. Сухожилие перебито. Садись. Да ничего, ничего. Спасибо. Садись. Садись. Инженер, значит. Дело, голубо. Я здесь второй месяц. Трудно, браток. Восстановительных работ под землей много. Производительность не дотянем до довоенной. Растеряли горных мастеров. Андрей. Андрей Иванович. Андрей Иванович. Андрей Иванович. Ты начальник без участка, а у меня участок без начальника. Сторгуемся. Я тебе клянусь честью шахтера, процентов на 20 можно повысить общую добычу. А 20 и 60, это уже 80 процентов довоенной добычи. Правильно? Правильно. Вот. Жизнь-то. Жизнь-то больше всего тепло любит. У нас сегодня день повышенной добычи. Сейчас пойдешь на шахту молодежная, осмотришь заброшенные шурфы. Сейчас-то откуда? Из Москвы. Она страшно довольна, себя все долой и в позочку. А он пристраивается, как и умиротворенно говорит. А теперь медленно, медленно и влюет. Новенький. Да новенький, новенький, он первый день на шахте. А ты, Федор, опять без корчей. Ой, кулак. На, держи. Спасибо. Шахтер? Нет. Ну, а то чепуха. Научим. Медленно. Родные как? Жизнь-то, где? Нет, вот так, вот так. Далеко. Плохо. Война в хрупхе, ее мать столько делов наелла. А ты родными бросаешься. Ты шо ты киваешь, шо ты киваешь? Слухать надо, старший. О, дед. Федя! А? Мамаша-то пишет. Сад они вырубили от налогов. Одни пеньки и торчат. А яблоки у нас были. Вот такие здоровые. Ну, что они, диверсанты у тебя, что ли? Угу. Всей стране тяжело. А они, понимаешь, от налогов у кусты. Куда советская власть смотрит? Ну, не все ж такие придурки, как ты. Ты, сопля, прикуси язык. Там наверху лучше нашего знает, кому что полагается. А если я яблочек захочу, приду на базар, а там фиг. Я когда-нибудь угроблю этого шипзика. Скажи ему! Мы тут на передовой трудового фронта корячимся. А, не? Чё хнычешь, Фёдор? Бухарь-то правду сказал! Возьмусь. Чё, обиделся, что ли, а? Ой, ой. Плохо. А чё ты такое сказал? Чё он взбеленился, побежал, видите ли? Да чёрт! Обиделся, шипздик. Эй, антрацит! Ходь сюда! Здорово, антрацит! Ха-ха-ха-ха! Чё он такой худющий-то? Смотри. На! Сальца, сальца дай ему, сальца. Давай, давай. Корми свою семью. Фрау-то разродилась вчера. Шо, уже что ли? Да, четыре рта. У Федькиной выработки. Мужик, шо ж ты хочешь, антрацит? А вот и роза пришла! Ну-ка, бери. Ой, розочка пришла. А я растерял. Смотри, Розочка! Газомерщиц много, Людкин один! Опасно. Крысы здесь, значит, не взорветесь. Ну ладно, пришли. Рядом поработаем, посмотрю, какой из себя шахтер получится. С дыханой, с хреном. Кал Иванович, мне заверз! Парень, я молодой. Молодой. Как будто с молодой. И я не беспокою. Давай, пошевеливайся, что хлеб не стыда было в руки брать. Будем стриться, будем. Давай, давай. Ребятки, кровля заиграла! Живей, ребятки, бухать! Да это ж не человек, это же будчик! Федор! Что так штаны наклал? Сберевнится. Калиня, сейчас сберевнится. Вот. Черт, блять. Посмотреть, дышит. Эх, еще попару, стоечек. А? Куда? Куда, сопляк? Стой! 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 Убейте спину! В спину давай! О, блин, с ногами! Людкин! Люд! Людкин! Ой, не отстали! Ой, больно! Ой, не отстали! Ну что ты сапился, как сука в конуру? Помогай! Ух ты! Ух ты! А когда прогоним, прыжет! Ну что, садайте, управляем сюда работничком! Когда мы будем прыжет, эх, прыжет, прыжет! Ого! Вот, сы! Смелый целоваться! Эх, прыжет! АПЛОДИСМЕНТЫ Серега! Серега! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и видок у тебя. А я, старик, в порядке. Лично с начальником шахты знаком. Видишь, одели прознарядки. О! Денег даже дал на всякий случай. Говорит, не заманят ли империалисты в западню нашего ума Юрий Високович, товарищ Тюхин, не заманят, не позволим. О, газету тебе натырил, что в курсе был. Сейчас почитаем. Значит так. А интересно, Серега. Посмотри, в Москве строится станция метро Смоленское. Так, создан Атлантический блок НАТО. Что там еще есть? О! Реакционная генетика на службе империализма. Ты смотри. О проблемах профтехобразования пишут. Сколько лет прошло, а проблемы все те же. Пошли. Кстати, Сережа, много общих проблем. Ты куда? Проволоки. Еще раз попытаемся. Ну что ж, попытка, не пытка. Рискнем. Агробиология страны... Ну, я бы ноги попробую. Да, подожди. Повествует о непримиримой борьбе Академика Лысенко с вродами... Да, ну ты брах! Да хватит, ты стерковать, Марадона! ...морганисты. Перед читателями расстраивается... А в чем? ...процесс, путь к торжеству материалистической биологии над идеалистической. Агробиология это своего рода повествование об историческом прошлом, о борьбе уменьшавшейся победой в насилии У Брэдбери есть такой рассказ. Два мужика попали в другое время. Подошли, бабочку раздавили, потом вернулись. Нарушилась причинно-следственная связь. Мы вот так же вернемся, а там болот, как батя говорил, или еще хуже, помойка. Брэдбери, Брэдбери. При чем здесь Брэдбери? Здесь же все-таки Россия. А ты на какой шахте работаешь? На пьяной. Там все они парня задавили. Дерево у них дефицит. Вот елки. Че ты? Я же за нее и сидел. Восстанавливали наспех, но и вырабатывали, пока не рухнуло. Я столько раз предупреждал, а мне еще и срок дали. А я ее закрою, к чертовой матери. А тебя на молодежную. Там и заработок, и пресса вся там. Хочешь? Ты куда? Пошли погуляем. В гробу. Ну ладно, иди, иди, поной. А я воскресник погляжу. Мы будем петь и смеяться, как дети среди упорной борьбы и труда. Охрен с тобой. С парнем. Вон до того куста. Давай. Вон до того куста. Давай, давай. Вон до того куста. Дай. Ай, ай, ай! Ух и ухтыся! Во! Гони пол-литровку! Здрасьте. О, Роза. Дерево на шахте дефицит. Люди из-за него гибнут, а Роза не иначе стоечку домой прет. И так всю страну и разворовали. Два двенадцать, жду. Все, Роза, идем. Куда? Домой. Держи. Помогаю. Роза, а ты живешь-то где? Устал я нынче. Смотри, далековато ты живешь-то. Пришли. Стой! Кто идет? Я! Это кто? Это мой брат, не беспокойся. Саш, подожди. Я. Ну, вот я молчу, а ну, давай трясу, Саша. Тупца на ругайся, хорошо? Обещаешь? Ладно. Здорово. Да что там стойка? Тоже на растопку. Не журись. Что такой мокрый? Да трудовой пот. Веселый хлопчик. Ага. Пойдем. Повечерим. Какой ты шахтер? Думаешь, глазами видит? Вот смотри, какой я был с глазами. О, орел. А это кто? Ой, когда было. Это еще с войны. А сегодня немцев в пленных обратно домой отправляли. Сашка на весь воскресенье кричал. Кричал. Сашка, а я спросить хотел, а чего их никак не отправить-то? В войну, помнишь? Кто я? А, Сашка, войну надо помнить, чтоб не забывать. Я ее прошел, вот и до. Первый белорусский разбит рота. Я, Санька, знаешь, видел такое, чего тебе и не снилось. Сашка, гибель друзей, смерть близких, слезы матерей. Ладно, я сейчас отошел от войны. Занимаюсь лингвистикой, ну, в общем, журналистикой. Ой, а че это? О, это мои влагонепроницательные. А, ребята, это история. Помнишь встречу на Эльбе? А, неименные часики-то. Мне их подарил командующий союзническими войсками Эйзенхауэр Дуайт Глигина. Саня, а я че, у вас ночевать там все? Ах, вы мне поселите там уже как. А че ты так, Саня? Ты меня спросить хочешь? Ну, ты спрашивай. Дай мне песню, которая без войны. Видишь ли? Че? Че? Девушки пригожие, Тихой песней встретили, И в забой отправился Парень молодой. Тихой песнейший. Тихой песнейший. Тихой песня. О, было бы я. Тихой песней. Тихой песнейный. Тихой песней. Тихой песнейある. Садой. Самоилов. Что ж ты не спишь-то? Принеси мне воду. О, Господи! Что ж ты не спишь-то? Принеси мне воду. Роза. Роза. Ай, хорошо. Спасибо. Слушай, возьми, сделай, когда гладит. Как живешь-то? Хорошо. Молодец. Я никогда не крала. Что же они ее бросили? Касово награбили, трех человек убили. Ребенка милиционера. А в прошлом месяце всю зарплату на займы забрали. Живем как мураши. Присыплет выкарабкаемся, опять копаемся. Как мураши. А ты сексуальная. Какая? Хорошая, значит. Правда, Федьку жалко. А может, отходили? Навряд ли, конечно. Да и что лучше-то неизвестно. Инвалид на всю жизнь. Ой, Кучковский. На работу скоро. Не любишь ты меня. Себя не бережешь, не жалеешь. Вот еще раз повториться такое, я в дом не войду. Ну вот, совсем глупый у нас манка. Ну вот, совсем глупый у нас манка. Здесь. За углом подождешь. Ну что случилось? Роза. Кто кричал? Что? Не могу я! Серёженька, ну я измучилась, взял четвёртый год кричит, а это забыть не можно. Серёженька, не уезжай! Не спой, Курка. Я предупреждал Кирилла Ивановича, попридержи язык. Партия не заслужила, чтобы даже такие уважаемые люди, как твой муж, позволяли себе оскорблять и меня, и руководство. Справедливость восторжествует. Найдутся люди, которые поймут и простят. Преступники будут наказаны. Партия не выстрелили, как твой муж. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не буду. Партия – не могу я! Партия – не могу. – Не могу. Партия – не могу. Забулдыги! Девку пугаете! Ора и так вся облапанная! Чё, одурел, что ли? Не надо! Голова обсохнет! Я из-за таких как ты, но против глазов потерял! Саня, я тебе говорю, что ничего не было! Ненормально! Ничего не было! Уйди отсюда! Убью! Ну, ты даёшь! Молодец! Дядя Петя, чего тебе надо? Чего надо? Шоколада! Сказала пранч, я бы сам ушёл! Сейчас дядя Петя даст тебе шоколада! Ладно, передо мной не надо выдрючиваться! Я и сам всё помню! И милый, и дорогой, и любимый, и все твои попелучи! Ох ты! Пороси! Да ты сейчас! Ох ты! Дура же ты! Ох! Идиот! Даша! Здесь проживает воровка! Она стойку украла! Проверьте, я видел сам! Неправда! Сестрёнка! Он просил! Сестрёнка! Иди сюда! Неправда! Валюша, здравствуй! Тюкин у себя! Ээээ... Здрасте! А вы, собственно... Здрасте, товарищ Тюкин! Здрасте, ко мне! К вам, к вам! Значит так, товарищ Тюкин! Я на младёжной был, заброшенные шуфы осмотрел, но главное, на пьяную заглянул, выводы и предложения записал. А вы, простите, кто будете? Как кто? Немчинов, Андрей Иванович, бывший заместитель, начальник участка, инженер. Ну, вчера, ну, вчера решили приступать. Инженер! Горняк! К нам, да? Валя, кофе! Прости, руки как следует, пожать не могу, сухожилие перебито! Садись! Садись, садись! Инженер, значит! Дело, голубо! Я здесь второй месяц. Трудно, браток. Восстановительных работ под землёй много. Производительность никак не дотянем до довоенной. Растеряли горных мастеров, Андрей... Андрей Иванович! Андрей Иванович! Ты начальник без участка, а у меня участок без начальника. Сторгуемся! Я тебе клянусь честью шахтёра, процентов на 20 можно повысить общую добычу, а 20 и 60 – это уже 80 процентов довоенной добычи. Правильно? А жизнь-то больше всего тепло любит. Пожалуйста, кушайте. У нас сегодня день повышенной добычи. Ты сейчас откуда? Я из Москвы. А-а-а! Ты имею тайный умысел. Как там? Не слыхать ли чего нового про братский... Китай! Китай! Я чего опасаюсь? Как бы империалисты не заманили в западню нашего Мао, у них, у реакционеров, золота много. Промышленность развита. То, сё. Одно могу сказать, товарищ Штюкин, твёрдо. Китайский народ победит и будет строить светлое будущее. Доброе. Правильно, товарищ Немчинов. Заживем получше, поможем братьям нашим. Восстановим промышленность, семь парочку добрых урожаев и пять богатств. Нам с тобою угольку главное дать побольше. А ты, значит, прям сразу вот так, с предложением. Почитаем. Кстати, у тебя с деньгами как? Помощь не требуется. Держи. Держи. Держи, держи. Держи. Здрасте. Ну, шо, Рябенко? Мерина твоего опять вчера застукали. Распустил скотину. А кто ж виноват? Мужики и ваши. Не сам же он себе наливает. А может, и сам, а? Хе-хе-хе-хе. Ах! 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 Здраво. Ты в шахте был? Нет. Смотри. Милиционер тогда живёхонький. Узнаёшь? Так и тюк я меня не узнал. Слышь? Ага. Кофе напоил. Четыре бутерброда. Потом вот денег дал. Тебе. О! Заело время, понял? Меню в столовой вчерашнее. После работы воскресник. Всё по новой пошло. А в десять часов телеграмму из министерства принесут. А потом ограбление. Не веришь? Андрей Иванович, зайдёте, пожалуйста, к Тюкину. Срочно! Накрылась наша бабочка. На моём столе лежат два документа. Документ первый. Правительственная телеграмма. В связи с резким понижением добычи по комбинату прошу принять меры безусловному выполнению добычи и поставки коксующегося угля. Заместитель председателя совета министров. Документ второй. От начальника участка Немчинова. Товарищ тюк! Занят. В связи с бесперспективностью работы на шахте пьяная, предлагаю её закрыть. Могу задать вопрос? Конечно, можете. Пока будешь восстанавливать шурфы, пьяная будет стоять. Будет стоять. Сколько в сутки даёт пьяная? Двадцать тонн. Двадцать помножить на двадцать? Ну, четыреста. Значит, согласно твоему документу, четыреста тонн угля я умыкаю у государства. Хм, да каждая лава перекроет в несколько раз, и через двадцать дней... Через двадцать дней твоей головы останется воспоминание. Стране нужен уголь. Уголь. Вот реальное задание нашей партии. И вот наш ответ. Через тридцать лет она обвалится, а я сяду, и мне моя жена кукукнет, как заключённому, понял? Через тридцать лет другие коммунисты ответят перед партией. А наша задача выстоять в наше конкретное время. И с этой точки только диверсант и провокатор может, по-твоему, ответить на требования руководства? Ты мне своей бумажкой не тычь! Я твоей бумажке место знаю! Жду. Давай, давай! Звони! Тюкин. Два двенадцать. Жду. Давай, давай! Закладывай! Ну! Давай, давай, ну! Пёс! Ребенка! Вернуть! Пускай же. Ребенка! Ребенка! Быстро! Чёрт! Не могу! Кирилл! А вы кто? У вас такое лицо знакомое. Вы на экспериментальной станции в Сталинск-Кузнецком не работали? А Кирилла нет. Он уехал за кадрами. Стране нужен уголь, кадров нету. Я тебя последний раз предупреждаю. У меня и так голова кругом. Каз в сушахт управления сегодня ограбили. Ребенка убили, еще троих. Завтра Бог, а десь война кончилась. Бойте, не почекайте! Бойте, не почекайте! Бойте, не почекайте! Юра, Юрочка, ты только пиши! Куда ты прешь, а? Ну не ты ж ты мне с вами религия. Ура, отрастет тут устро, мне отца на тебя. Не расстраивайся, не расстраивайся. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» Они ведут за собой Донбасс Все за горами в тот день, когда Донбасс скажет, есть доводенная мощность Шахтеры! Друзья! Все вы уже ознакомились с телеграммой, присланной нам сегодня из министерства Мы знаем, как заботится партия, правительство об улучшении жизни советского народа 1 марта было произведено очередное понижение цен более чем на 30 наименований Теперь нам угольком это подкрепить надо, чтобы еще больше росла мощь советского государства Слово предоставляется новому инженеру, товарищу Немчинову Андрею Ивановичу Дорогие товарищи, я счастлив тем, что выставляю сегодня на повестку дня Своё новое и неожиданное предложение о закрытии шахты «Пьяная» От себя могу добавить, что в Москве, откуда я только что приехал, мне была обещана самая серьезная и самая искренняя поддержка На самых высших уровнях нашего родного правительства Не буду хвалиться, но горжусь этим обстоятельством И прошу вас отнестись самым внимательнейшим образом к моему предложению Слово предоставляется лучшему заводщику шахты, товарищу Бухареву Товарищи, кажется, совсем недавно закончилась война И вот опять вырос и гремит Донбасс А вместе с ним и наша жизнь в гору идет Прямо скажу, душа радуется, как подумаешь о нашем родном товарище Сталине О том, как верно ведет он наше государство 2.12, жду Сегодня будет совершена попытка ограбления машин из зарплаты шахтеров Требуется усилить охрану Договорить, договорить Горняки шахты готовят достойную встречу 70-летию любимого вождя товарища Иосифа Виссарионовича Сталина. Трудно выразить чувство благодарности, любви и признательности каждого из нас, наших семей, к родному товарищу Сталину. Но Сталины мы побеждали, побеждаем и будем побеждать. И в этом смысле, дорогие товарищи, чрезвычайно важной представляется мне инициатива, проявленная новым инженером, представителем, так сказать, шахтерской интеллигенции. А как глубоко пройдите ее проблемами. Больше слов, товарищ Семтинов, побольше бы нам таких инициатив. Ну-ка, дай-ка мне. Еще важно то, что мы всем миром даже задать принимаем, чтобы улучшить решение этого вопроса. Раз, два, три, три. Ну, что, у тебя не получается? Жаль. Но, товарищи, всем и так, узнаем реальное положение людей. Всем вам интересно, с каким трудом, с отступлением зимы, и мы буквально вытираем уголь для отапливания шахтерских домов. Для своих, так сказать, личных нужных. Это жизнь, товарищи. Наша с вами жизнь. Шахта пьяная дает в сутки 20 тонн угля. Это немного. Но и немало. И может давать больше. По предложению того же товарища Немчинова, даже в свое время, то есть строгий учет порошника, позволит значительно повысить добычу угля. Я сам беру, чтобы сделать помощь, как товарищи Немчинова, в этом, наступном и главном, товарищи, реальном вопросе. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей! Колёш! Отпусть! Отпусть! Шерега! Давай сюда, давай! Давай, Андрюха! Шерега! Живой черт! А давай последний! Здорово, подвец! Пилигрим ты хренов! Слышь, Серега, а я сначала не понял, что ты уехал-то. Где Сергей? Даже ждать не сразу стал, пока понял. Он даже календарь завел. Ну, иди садись! Так. Пей. Ну, будь здоров, а сам? Я не буду, нет, я тут попил одно время, все, больше не могу. О, зуба-то нет. Как-нибудь потом расскажу. Один раз ночью сплю, вдруг, ба-бах, вскочил. Думаю, черт, ну а вдруг его завалило на шахте на пьяной. Ай, идиот. Давай, давай, икру, икру бери. Как у Луспекаева, да, помнишь? Ваше благородие, госпожа разлука. Ну, чё, похорошела? Угу. Ну, рассказывай, как ты тут? Ну, чё рассказывать-то? Я тут, как Бог, творю, караю, спасаю. Вот сегодня Федьку на шахту не допустил. Теперь он живой. Сегодня на воскресник патефон притащишься, пластинки хорошие. В общем, послушаешь. Да, касту не даю ограбить, мужики теперь при деньгах. Кстати. Бери. А то мало ли что. Разных бери, для меня это не проблема. Я каждое утро к Тюкину. Инженер, горняк. Ну и сотни в день, как у стахановцев. Я, правда, поиздержался, мотоцикл купил. Машина-зверь, киевляния называются. Это же ада же видел. Вот горку никак взять не могу. И пьяную закрыть. А во! Помните, Джеймс, дружба народов России и Америки это сейчас самый главный вопрос, который стоит перед человечеством. Это мы в кино ходим. 29 раз встречи на Эльбе. Я ведь раньше как думал. Главное найти какой-нибудь новый подход к ним, чтобы объяснить и закрыть эту чертову шахту. Один раз Тюкина с утвичка поднял, в шахту засунул. Пласты выработаны, крепление Ахова, и шахта дореволюционная еще. Ну, показал, убедил. Решили закрыть. Надо пьяную. Так нет. Товарищ Тюкин, вам телеграмма от Гиппопотама. Ну и снова здорово. Страня нужен уголь, провокатор, диверсант. Ну, я и запил взрывчатки насобирал, решил взорву пьяную. В церкви даже было. Мертвые оживают, живые как мертвые. Все можно, понимаешь? А на завтра все по-новой. Я даже не знаю, выживусь, Федька, потом или нет. Вот так и живу. Творю, спасаю. Устаю очень, Сережа. Очень устаю. Но главное, я уже знаю, как действовать. Понимаешь? Ты не видел главного, Сережа. Они меняются. Они меняются. Если изо дня в день повторять одно и то же, они запоминают. Нужно только ежедневно и с полной отдачей. Ой, Андрей, да я тоже думал и варианты пробовал. Убежать нельзя, а я проверен. А изменить что-либо тоже. Значит, остается одно. Чтоб этот день двинулся, не надо делать ничего. Травинки не помять, тени не бросить. Главное, не вникать в их проблемы. Они же не помнят ничего. Ни добра, ни зла. Как градусники. Стряхнул и нет ничего. А я понял. Раз этот бешеный день повторяется, крутится, значит, это проверка. Проверка, понимаешь? Сможем ли мы хотя бы один день сделать таким, каким он должен быть? Немцы, фуизели. Сейчас воскресник в разгаре. А пьяную я взорву. Взорви. Ну, они же в три смены пашут. С людьми же взорвать-то придется. Да какие они люди, Андрей. О чем ты говоришь? Смотри, это фантазия. Призраки. Это книжка, Андрей, про послевоенную разруху. Кино. Это было давно. Поэтому этого ничего нет. Оська, я велосипед покатал, братаник. Есть предложение назвать наш городской сад. Назовем садом имени Маркиза до сада. Я, как гость нежеланный, Слышу, в реку, в гости. Вон, гляди. Сейчас лопату сломается. Да чёрт! Вот он мне. Вот он мне. Вот он мне. Я, как гость нежеланный. Ты гляди. Гляди, гляди. Смотри, узнаешь? Вон, твои. Побалакуй. Я отца выслушил. Ну, чтоб с мать не было. Здорово. Разговоры мне. О, да ты поплыв, милый. Вон садин. Да ты вас плёшь, побери, я ритуется. Хороший. Можно? Вот так. Опа. Сиди. А мы вот с товарищами по поводу нового инженера. Молодецкий, ты кто-нибудь. А может быть, он поет. Видишь, бледный, а? Кирилл Иванович. И ещё одно, Алексей Николаевич. Вы потенциальный убийца. Да ты... Повторяю. Спекулировать на энтузиазме, выработанном в военные годы, во-первых. Здравствуй, Кирилл. Подменять лозунгами... Здравствуйте. Подменять лозунгами настоящие, пусть самые важнейшие дела нашего времени, во-вторых. Кирилл Иванович. Есть способы уничтожения всего самого разумного, сознательного, лучшего, что есть в наших людях. Ты даёшь. И свои убеждения я буду отстаивать в любой инстанции. И меня поймут. Ну что ж. Попробуй, Кирилл Иванович. А я и пробовать не стану. Просто закрою пьяное, и всё. Пойдём. Попробуй. Вот только попробуй. Закрой. Ты меня не пугай. Пошли, Кирилл. Лида, ласкать надо мужа чаще, Лида. Я за страну четыре года воевал. Я руки потерял. И обвинять меня, обвинять меня в уничтожении я не позволил. Страна живёт героическим трудом. И останавливать работу даже на полчаса вредительство. Я, как на пенсии, как петкать из капель. Смотри, есть, что переписать на льке Синину. Что к этой Катики не показывает, а тут прищётная. А тут всё одно. То дерево. Буде рости, рости и вырости. А потом, кидаю, землю. Плачет где-то, и волка, храняй стопло. Только мне не плачет. На душе стопло. Знаю, вытяжь. Поливай, Сенючка. Поливай, поливай. Хорошенько поливай. И Андрюша вырос-то большой, и буду я к папу в лёгнула. Ты сама под ласками сбросишь шёлф, а ты несу я пьянув-то, пустые. И тоже буду добывать в лёг. Плачет, похори, киста острая весёлая, валостью в заре. Два двенадцать. Жду. Я предупреждал вас сегодня насчёт ограбления. Договорить, договорить. Одну минуточку. Хочу добавить. Доподлинно известно, что организатором ограбления является начальник шахты Тюкин. Вот так. Его ясные яркие очи до конца разглядели врага. Товарищ, товарищ, вам плохо? Нет. Так, пьяный. Отдыхаешь. И давно? Не стыдно. Люди после трудового дня вкалывают. Не стыдно? Иди отсюда! Идите отсюда! Доми-нинград промирался болотами, горло ломая врагу. Доми-нинград промирался болотами, горло ломая врагу. Патя. А хрен с тобой, с парнем. Ну-ка. Вон до того куста. Давай. Вон до того куста. Давай, давай. Вон ты, в пися. Живой, живой. О, гони пол-литровку! Чёрт, а! Ах, ребятки, подальше! Дорогу герою! Саша, Саша, стякай! Вот ты, Александр! Ой, Саша, самый тот францовик, и он тоже! Стыдно, Александр! Ну мы им чего, мужики, до дома без песни? Один спел, а Сашка с орденом, а там достойно! Скинь до темна, мужики! Да, ну кого здесь снимать ещё? Не будешь спорить, собак! Бельведерский памятник шахтёрской славы! Внимание, внимание! Товарищ Людкин, перестаньте! Попишите, не работайте! Ну, ну, ну! А я, Гуганя, с Бога, я голова, малышенькую! Ребенка приехал! Раз! И раз! Раз! Давай-давай! Лошадку! Сохранность гарантируем! Почему беспорядки? Да что вы, Пухарева, не знали! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ПЕСНЯ 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 И с болью в сердце говорил Я шел к тебе четыре года Я три державы покорил Хмелел солдат, слеза катилась Слеза не сбывшихся надежд А на груди его светилась Медаль за город Как ты говоришь, как там слеза? Он пил, солдат, слеза катилась Слеза не сбывшихся надежд А на груди его светилась Медаль за город Какой бурадапеш Я знал, что такая песня должна быть Слеза не сбывшихся надежд Тоже про меня Спасибо, Андрей Иванович Очень рада были познакомиться Сегодня немца в пленных обратно в Германию отправляли Сашка на весь воскресенье кричал Сбери успокоился Это вам спасибо за все Ой, ну что вы Я вам бинтик постирала? Спасибо Пошли, Андрюха А вы завтра приходите Саша обрадуется Обязательно Андрей Подожди меня Я тебя отвезу Ну что Всерьез обживаешься-то? Это игра, понимаешь Только игра в одни ворота Ничего с ними сделать нельзя, Андрей Не помочь, не переделать Он ты руку поранил, она у тебя болит А у них даже убитый встанет И пойдет, как ни в чем не бывало И не будет помнить ни добра, ни зла, ничего И верить будет в то, что верил вчера Как в кино Как в кино, правильно Правильно Как градусник Стряхнуло, нет, ничего У нас с тобой одна задача Выжить, понимаешь Выжить и вернуться туда-обратно Ты правильно сказал Как в кино Потому что смотреть на это можно Всерьез принимать нельзя Чего ты от них хочешь? Ну каких таких перемен ждешь? Ну ты посмотри Это фантомы Призраки А ты все душу в них вкладываешь Результатов каких-то ищешь Завяжи Давай В общем, Андрей, знаешь Если ты еще хоть пальцем пошел Слушай, Серега Чего? Вон пацана, видишь Ну вижу Знаешь, кто это? Кто? Я Эх, Андрюха Нам ли быть в печали Не прячь гармоний Грай на все лады Тупая Америка Я не буду никогда Докладная, докладная. В связи с бесперспективностью шахты пьяная, предлагаю в связи с бесперспективностью. А вот и роза. Ох, до чего ж ты себя довел-то, Андрюша. До свидания, дядя Андрей. Ох, до чего ж ты себя довел-то, Андрюша. Ох, до чего ж ты себя довел-то, Андрюша. Вы что думаете, что я железный? У меня уже все нервы поверху. Понятно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА